Всем привет! Как вы поняли из названия, у меня будет видео сегодня о моих подарках на день рождения, которые, ну как обычно, это дарится деньги, и ты уже покупаешь то, что хочешь. И поэтому сегодня хочу вам рассказать именно о косметических своих приобретениях, о моих подарках ко дню рождения. И начать хочу с Sephora. Я, наверное, не буду показывать вам все коробки, которые ко мне приходили. С Sephora сайта я заказывала первый раз. Мне интересно было, как вообще все доставляется, есть ли там подарочки. Так вот, подарочки есть, я вам о них позже расскажу. В их стиле выполнена коробочка вся внутри. Это очень красиво смотрит, такая девушка. И еще там будет кулечек, они также прислали. Давайте я сейчас выложу все то, что я заказала, и мы с вами кратко, но информативно, надеюсь, пробежимся по всему. Распаковка у меня практически всего того, что сегодня буду показывать, есть в IGTV у меня в Instagram. Так что заходите, подписывайтесь. Первая, конечно же, мои хотелки, это помада от Guerlain Rouge G. Предварительно, конечно же, я потестила в магазине и выбрала для себя оттенок. Там в основном ягодные оттенки представлены. Это 77-й. Я ждала больших скидок, и вот эта помада с колпачком, мне вышли 2,5, то есть сама помада стоила 1,5. Это вообще самая низкая цена за все время, которое я отслеживаю ее. А я, как только они появились, я стала за ними пристально наблюдать, когда будет самая меньшая цена, чтобы приобрести. Сама помада такого цвета, она ярковата. Видите, она полупрозрачно ложится, но при наслоении она дает красивый такой вот оттенок. Если честно, я хотела что-то нюдовое все-таки, чтобы носить именно каждый день и всесезонно, скажем так. Коричневых оттенков у меня полно, поэтому коричневого не брала, а это оказалось ярковато. Конечно, это весна, лето все-таки, начало осени, но не всесезонно, скажем так. Это, кстати, не смотрите, это у меня надавлено от часов. Я только что их сняла, чтобы вас не смущать. Не знаю, как-то на момент заказа, видимо, я посчитала, что это будет более подходить, что ли, наверное. Я не знаю, чем я руководствовалась, но, в общем, выбор мой был таким. Вот такая вот розовая. Тут крышка очень-очень тяжелая, тяжелее вообще, чем даже, наверное, помада. Да, она тяжелее. И тут два зеркала есть в наличии. Если честно, неудобно в это смотреть. Мне приходится переворачивать вот это. Ну, в общем, что касается вообще самого впечатления. Конечно, по дизайну мне это все нравится, безусловно. Но, как я хотела носить каждый день в сумочке, у меня не получается по двум причинам. Это, конечно же, потому что цвет не под весь макияж и не под все наряды подходит. Это, во-первых. Во-вторых, она очень-очень тяжелая. А у меня сумочки в основном все маленькие, такие летние, я все необходимое туда складываю. В общем, ну, прям тяжело. Реально тяжело носить, как бы это смешно не звучало. Как она смотрится на губах и самого нанесения. И уникальна ли она так, как о ней говорят. Мне нравится, как она наносится. Она действительно разглаживает губы. Я ее пробовала на сестре и на маме. И вот на маме особенно был виден эффект. Она действительно разгладила губки. Смотрелась очень хорошо. И увеличивает ли она, не знаю. Я пыталась вообще почитать о составе ее где-то найти. Но я не нашла ни в официальном сайте, ни на сифоре, ни на еще других сайтах, где представлена эта помада. Поэтому знаю, что там есть какие-то такие ухаживающие компоненты, которые разглаживают губки. Ну, неплохо ощущается. Но я не сказала, что это прям мега супер какое-то питание и увлажнение. Что мне не понравилось, так это она у меня через некоторое время, допустим, где-то через час, начинает немножечко подсыхать. Визуально этого не видно, но на губах я ощущаю немножечко сухость. Стоит ли за ними гоняться, стоит ли на них копить деньги? Не знаю, вот для меня спор. Если бы я просто вот так вот где-то попробовала у кого-то, то я бы, скорее всего, на 70% ее не купила. Но знаете, есть такой момент, когда просто хочется обладать какой-то вещью люксовой. Ну, понравилась она мне. Мне вообще нравится вся концепция бренда Guerlain. Не могу сказать, что я прям осталась довольно покупкой на 100%. Это моя самая любимая помада и формула. Нет. Далее я взяла вот такой вот наборчик. Стоил наборчик от L'Occitane этот 1260 рублей. Тоже с какой-то скидкой. И я посмотрела, что по объемам здесь немаленькие такие миниатюрки. И здесь идет 24 часа увлажнения линейкой. И, конечно же, на лето я думаю, что она мне будет очень хорошо. Я уже пользуюсь этой линейкой, ну, недели две это точно. Это очищающий гель для лица 40 мл. Ультравлажняющая эссенция в таком же объеме. И ультравлажняющий крем для лица 8 мл. Вся эта линейка сделана на минерализованной воде из особого какого-то там источника. Показаны активные ингредиенты. То есть это гиалуроновая кислота, глицерин и обогащенная кальцием вода. Мне, в принципе, эта линейка понравилась. Но, опять-таки, здесь выдает люксовость, аромат. Больше, скорее всего, ничего не выдает. И, наверное, текстура кремушка. И он не скатывается ни под макияж, ни под что. Очень такая вот легкая текстура. Но мне этого увлажнения настолько хватает, что я даже использую иногда этот крем на ночь. То есть мне на день для моей, как бы, такой вот комбинированной склонной к жирности кожи даже, наверное, многовато. От него идет питательных и увлажняющих компонентов. Гель я использую преимущественно, конечно, на утро. Здесь просто легкое очищение. Да, заявлено, что он может снимать остатки макияжа. Я даже не пробовала. Я беру очень-очень мало. Он хорошо, в принципе, размыливается. И вот с утра очищение в самый раз. Мне его хватает. Эссенция. Она вообще по своей текстуре такая же, как гель для умывания. Она очень-очень легкая. Такая водичка. Очень легко распределяется. Ей нужно очень-очень тоже мало. И легкое такое распределение. Она быстро впитывается. Это очень легкое, комфортное увлажнение. Что касается подарочков. Мне положили консилер от Kat Von D. Он хороший, с матовым покрытием. Застывает и хорошо все перекрывает. Я пользовалась вот этим вот натуральным. Видите, все использовала подчистую. Мне хватило, наверное, ну раз. Пять-шесть. Потому что совсем чуть-чуть его надо. И он хорошо все перекрывает. Морщинки мне практически не закатываются. То есть, очень хороший консилер. И был у меня еще пробничек из трех продуктов, состоящий. Это крем для лица, крем для век и сыворотка от Filorgia. Я вам хотела так показать сильно и рассказать о них тоже. Потому что мне очень понравились они. Ну, у них цена 6 тысяч. Кстати, этого консилера цена 2 тысячи. Я его не буду покупать. Если я найду, то я обязательно вам расскажу в пустых баночках. Я не знаю. Я прям специально куда-то положила, чтобы вам показать. И, как всегда, такие моменты забываются, куда была спрятана. Джо Малон я заказала на официальном сайте. И сейчас я вам вставлю, как это все приходит. Потому что это была шикарная посылка. Во-первых, большая такая коробка. И все продукты мега супер круто упакованы. Вообще, такие заказы классно делать именно на подарок кому-то. Потому что упаковка суперская. И по большому счету, ну, бесплатность, так можно сказать, получается. На самой презентации упаковки, когда вы это все раскрываете, конечно, ощущение уже, ты понимаешь, за что ты платишь. Основной мой заказ состоял из вот такого бокса. Это Discovery 1 миниатюр одеколона. А у них одеколоны. И они идут по 15 миллилитров. Две миниатюрки. Плюс крем 9 миллилитров для тела. И плюс мне по полтора миллилитра пришли пробнички. А, кстати, аромат нужно было самой выбрать пробничков. Это очень все маленькое. Такой вот кремушек 9 миллилитров. Это у меня лайм и мандарин. И, если честно, там еще... Я буду вам писать ноты, наверное. Это мне напоминает какой-то мужской крем для рук, не знаю, для лица, для тела, неважно. Я тут вообще не чувствую ни лайма, ни базилика. Я просто чувствую что-то древесное, мускусное. В общем, мужское. Я пробовала один раз на руки нанести. Не знаю вообще. Мне кажется, что я просто это отдам своему мужу. Пускай он пользуется на здоровье. Далее такая миниатюрка. Название не буду коверкать. Прочитайте. Он позиционируется как свежий аромат такой. Но, да, он неплохой. Мне, в принципе, он понравился. То есть, я могу им пользоваться. Можно, в принципе, пользоваться сейчас, летом. Но все-таки для меня это более, знаете, серьезный, женский. И буду им пользоваться, скорее всего, в холодное время. Что касается аромата вот такого, то это, конечно, уже идет древесный, мускусный. Мне даже показалось, что это мужской аромат. Но нет, у них мужская линейка вообще совершенно отдельно представлена. Опять-таки, ноты все для меня не девчачьи, скажем так. Да, это что-то вот более серьезное, более взрослое. Поэтому прям вообще на зиму-на зиму оставлю. И вот одного пшика мне будет достаточно. Что касается стойкости. По стойкости вот эти миниатюрки 15 мл. Ну, максимум они держатся, наверное, часа 3. Для одеколона, скорее всего, это нормально. Для такой цены я бы так не сказала. Ну, тут платится все за бренд, не за стойкость. Я уже это поняла. Что касается миниатюр, я, естественно, взяла и знаменитую фрезию миниатюрку. Конечно, это, собственно, аромат вообще не туда. Вообще не по каким нотам. А вот Blue Wild, если я правильно вообще произношу, и насколько я помню, мне понравился. Он пудровый, он чуть-чуть сладковатый. И вот миниатюрки, вот эти в 1,5 мл, держатся больше, если честно, на мне, чем в 15 мл. Чем меньше разлив ароматов, тем дольше они держатся. Не знаю, с чем это связано или это что-то мной придумано. Но если, кстати, у кого-то так же происходит, пожалуйста, напишите в комментариях. Из 5 ароматов мне он самым больше понравился. Но он не на лето. Он на переход с весны на лето или на переход с лета на осень. То есть он немножко может вот этой своей пудровостью, через чур пудровый аромат, немножко душить. Парфюмы в 30 мл у них будут стоить, ну, тысячи четыре. Знакомство прошло, в принципе, неплохо у меня. Но я ни в коем случае не буду себе покупать полный размер. Стойкость 3 часа, а платишь 4 тысячи, так я лучше возьму на скидках хороший парфюм, не знаю, того же Hugo Boss, Chanel. Каких-то там мазкино-популярных ароматов реально крутых, хороших, которые держатся долго. Я не могу сказать, что это прям подарок, но все-таки это тоже моя такая хотелка давнишняя. И я включила это в свои подарки, грубо говоря. Я говорю о лосьоне в оттенке Medium St.Morris Автозагар. И я взяла перчатку. Это все было на скидках, поэтому мне это вообще недорого вышло. Что-то около 500 рублей стоил сам лосьон. И 300 с чем-то перчатка. Я вообще считаю, что это хорошая приемлемая цена. Вот на скидках рекомендую брать, потому что все это нужны хорошие вещи. Та же самая перчатка. Я думала, что она тоже мне не нужна. Но нет, девочки, она нужна для любителей автозагара. Ее разнести лосьон получается, не знаю, в 5 минут. Все тело. И причем это без полосок, без пятен. Получается просто супер находка. И ручки у вас остаются чистые. Поэтому это точно нужно приобрести, если вы хотя бы летом пользуетесь автозагарами. Что касается лосьона St.Morris, я рекомендую брать именно Medium, потому что там Light есть, да, или какой-то такой цветлей оттенок. Он вообще не будет видно, если честно, у вас. Потому что этот дает оттенок сразу же. И это где-то на полтора тонна вы темнее получаетесь. Но это все приемлемо. Вы не получаетесь, как жареная курочка. Здесь, кстати, очень хороший, красивый сам оттенок. Такой вот он получается, как шоколадный. Не отдает в оранжевый. Коричневый сам лосьон. Вот такого вот оттенка. Видно, где вы нанесли, где нет, за счет этого оттенка. Он долго держится. Это примерно где-то, ну, неделю я точно с ним могу ходить. И то, что вы уже видели, я это показывала в свотч-видео. Это набор Smashbox. Вышел он мне 1500, 1400 с чем-то. И я им вообще супер-мега довольна. Тенюшки мне понравились. Они очень долго держатся, кстати, на глазах. Не скатываются без базы. Очень крутые, красивые такие оттенки. Они такие вот даже все сатиновые. Ну, мне понравились. Далее, тушь мне также понравилась. Здесь щеточка такая силиконовая. Она не отпечатывается, не осыпается. В общем, вообще никаких претензий к туши нет. И мне пришла не засохшая, что очень тоже приятно. Потому что я знаю, что в таких наборах туши бывают уже засохшие. Далее, классная, конечно, помада. Надя и заявлено, она как жидкая матовая. Но на самом деле она оставляет просто бархатный финиш. Здесь, конечно, такой вот прям ягодный красивый оттенок. Я когда им первый раз накрасилась, все у меня спрашивали, что за помада, как это красиво, как красиво выделяют глаза. В общем, помада крутая. Конечно, это летний оттенок 100%, ну, по крайней мере, для меня. Но она не застывает в ноль, и она может у вас смазаться, если вы притронетесь. Она отпечатается, это надо тоже учитывать. Что касается миниатюрок, праймер для лица. Ну, я, в принципе, не люблю праймеры, поэтому для меня это силикон. Пору он мне не затирает. Как бы я особо не понимаю его предназначение, работу на моей коже. Пору у меня расширены. И как они у меня есть, так и были. Я сравнивала на две стороны наносила, и вообще различий никаких. Мне понравился праймер для глаз. Именно из-за этого я, в принципе, и заказала себе этот наборчик. Потому что я хотела приобрести в полноразмерке себе хорошую базу для глаз. Потому что у меня многие тени такие красивые, типа как Huda Beauty или NYX, вот Cosmic Metal, Medus Shimmer, да, они у меня скатываются. Ну, если NYX скатывается, то Huda просто как бы слезает немножечко вниз. Я решила, что попробую именно вот такой миниатюрки. Здесь вот она идет такого цвета, как бы телесного. Хорошо распределяется, и она тоже силиконовая база. И однозначно, она может немножко перекрыть, конечно, какие-то венки, если у вас есть. Ну, это незначительное перекрытие. И однозначно нужно, конечно, закреплять все это пудрой, тенями светлыми, перед тем, как наносить уже тени и что-то тем более тушевать. Потому что чем бы я не пробовала закрепить, и как бы хорошо я это не пробовала сделать, она, конечно, усложняет тушевку. Но тени на ней однозначно держатся дольше. Поэтому база мне понравилась, да и вообще в целом набор классный. И последнее, наверное, что я вам покажу, это будет мое приобретение уже в стационарном магазине Revgosh. В общем, я как-то хотела себе, я вам об этом говорила, купить Estelada Double Wear тональный, который плотный, матирующий. Но как-то нарвалась на видео одной интересной девушке. Она рассказывала именно об этом тональном. Это новинка от Bobby Brown. В общем, я поковырялась, посмотрела, решила его себе заказать. И чтобы подобрать оттенок, пошла в магазин стационарный. И вот N010 у меня, Natural Porcelain. И как вы видите, да, я не только подобрала, но сразу и купила. Почему? Да просто там был очень хороший продавец, консультант. И она мне продала, скажем так, этот тональный. Вот, и все. Дело было только в этом. И мне он вышел еще дешевле, чем если бы я его заказывала на сайте. У меня была скидка ко дню рождения, когда накапливаешь баллы. Кто знает, да, Гриб Гош, есть такая система. Ты потом эти баллы можешь списать не более 50% и приобрести себе что-то. SPF 15, это их новинка. У них очень хорошая презентация. И я, когда смотрела на сайте, у них шла в подарок помада. Ну, естественно, помада вам придет, какое они вам, да, положат. А у меня предоставилась возможность выбрать. Поэтому это еще один плюс, почему я именно решила приобрести оффлайн, а не онлайн. Это тональное средство. Я брала такой оттенок, чтобы он мне подошел не только как бы на летний период, когда я загорела, грубо говоря, но и все сезоны он мне подходил. Он сам по себе жидкий, вязкий и он липкий. В общем, вот если в двух словах сказать, то мне он не понравился. Вот прям вообще не понравился. У него есть яркая одушка, но вот эта яркая одушка, не знаю, жасмин тут или чем-то таким вот цветочным пахнет, что для меня не очень приятно. Есть и в помаде. Я так понимаю, что эта одушка именно с самой линейки, может быть, Бобби Браун или вообще самого бренда. Этот крем нужно распределять только руками, только руками. Мне об этом говорила консультант, и желательно, чтобы это даже было какое-то такое вот аппликативное, прихлопывающее движение. Люкс требует к себе особого отношения. Он не застывает, он липнет. Это первое. Его необходимо фиксировать пудрой. Пудры приходится много бухать, потому что он липнет. Он уже с пудрой остается липким. Второе. Мне не нравится то, что у него покрытие очень-очень легкое. Ну да ладно, пускай, да, на лето нам не нужно аж плотное покрытие. Допустим. Он некрасиво выглядит на лице. Ну, вообще некрасиво. Он ничего не перекрывает, он может западать в морщинки. Скорее всего, это подойдет для очень сухой кожи. Кому нужно минимальное перекрытие и кто любит пользоваться люксовыми продуктами. Неважно, как они работают на коже. Подарок, конечно же, даже вот тут написано подарок. Я выбрала помадка. Это увлажняющая сатиновая их линейка. И оттенок, кстати, очень-очень классный. Смотрите, оттенок лилок. И вот такой вот оттеночек. Оттенок у меня на губах смотрится немножко поосенней, скажем так. То есть, здесь такой коричневый для меня бордовый пигмент. Она приятна на губах. Мне она больше по нанесению понравилась, чем та же, где она у меня, Герлен. Она вообще неплохая, но у нее есть эта одушка, опять-таки, жасмина или есть что-то ландыш. Я не знаю, чем это пахнет, но это неприятно вообще. Мне помадка понравилась. Я с удовольствием буду ею пользоваться. Спасибо за подарок, потому что она, по-моему, стоит тысяча две у них. То есть, мне это досталось. Мало того, что тональный со скидкой. Да, кстати, тональный с моей скидкой вышел мне 2700. И еще один у меня есть подарок, но он ко мне придет только сегодня. Я уже не буду его включать в это видео. Сниму отдельное видео по ссылке с Кулбьюти. Там у меня интересный подарочек. Тоже не дешевый. Так что да, это все подарки, которые я вам хотела рассказать, о которых рассказать хотелось. У меня есть какие-то у вас будут вопросы. Что-то, может быть, я вам не дорассказала. И вас что-то еще интересует. Я об этом не упомянулась. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. С удовольствием на них отвечу в комментариях. И спасибо за просмотр. До следующего видео. Пока.